друзья мои привет привет всем вы у тети лили начинаю видео с конца это у меня уже готовый результат то что я сделала сейчас вам покажу потому что у меня не все вошло в мое видео которое я планировала сделать она у меня исчезла вот вот это я сделала это покажу что у меня получилось так здесь у меня кинза засоленная засолила я кинзу вот такая пахнет обалденно и вот так она будет пахнуть столько сколько она будет здесь находиться год год полгода полгода в общем пока не съем это кинза в соли я вам прикреплю все видео которые я думаю что вам пригодятся как это все делается прикреплю под этим видео и сделаете это можно класть куда угодно вместо соли супы в зажарки в готовке в жаркое все все что угодно те кто любит кинзу можно таким способом сделать укроп и петрушку но я делаю кинзу потому что кинза она более-менее как сказать ну кинза она своеобразный вкус и она не всегда ты ее найдешь в магазинах петрушка то можно найти с укропом а вот кинзу она только по сезону бывает так дальше у нас идет что я сделала дальше я сделала свою прекрасную чесночную пасту она ах она бесподобная но главное чтобы у вас чеснок был хороший говорят какой-то китайский бывает невкусный ну я не знаю я то что есть покупаю и делаю вот этот чеснок он очень вкусный тоже ссылки к описанию прикреплю прикреплю и вы будете его тоже делать делается буквально за считанные секунды и самое главное почистить чеснок так дальше у нас идет давайте давайте так буду показывать кимчи моя кимчи моя кимчи моя кимчи моя страна моя да ты самая любимая вот кимчи моя самая любимая в общем вот так я сделала там я вам покажу этот видео будет дальше продолжение как я его начинала делать и как все вообще все было вот пробую обалдеть обалдеть не встать вот это вот очень вкусно рецепт тоже все будет смотрите дальше увидите а то что не будет видео будет в описании и ссылках так и две баночки у меня получилось банки разнобойные не смотрите две баночки получилось у меня икры икра баклажановая то видео которое мне не удалось не удалось я его сняла но я его ударила нечаянно из этого со всего ударила я его короче говоря очень нигде она у меня не файлах нигде не осталось в общем вот показываю вам да это я делала жареную все жарила и баклажаны жарила солила потом отжимала потом полоскала в общем как в рецептах дают корейских все жарила тут болгарский перец есть что-то еще лук есть у меня чеснок очень все есть но я вам что хочу сказать насчет вот этой икры это жареная у меня икра да как корейцы делают во всех рецептах миллион рецептов но у меня есть рецепты которые я делаю в духовке без масла не жаря ничего вот эти найду если я прикреплю тоже к этому видео ничем не хуже и мне даже кажется вот эта жареная она немножечко тяжеловатое ну тут немного так масло конечно но все равно то что я вот делаю без без зажарки нисколько не хуже а даже может быть лучше прикреплю тоже если найду эти видео прикреплю здесь под нажмите на название этого видео которое вы сейчас смотрите и там выйдет все все мои видео с рецептами с тем как я готовлю вот и как я разговариваю там в общем в общем вот такие вот вещи я сделала похвасталась ну что смотрите там дальше видео мое как я делала это кимчи если вам конечно это интересно если не интересно тут же можете это выключить и вы уже все знаете как какой результат получился ладно пока пока всех люблю приходите на мой канал подписывайтесь как это там говорится еще и лайки ставьте пока готовлю кимчи чимчи новым способом вот таким мелким я так еще никогда не делал мелкий буду вот воду кипячу сейчас мелко накрошу в тазик и кипяточком залью вот заливаю кипятком вы знаете откуда я взяла этот что мелко накрошить кимчи такой такого вида это я взяла из этого из костка продают кимчи чисто корейскую мелкую мелкую и вот в костка также была куплена вот это кимчи соус это я этим соусом и буду мешать сейчас вот кипяточек пускай вот так полежать кипяточки у меня еще мало кипятка на еще час кипячу что полностью закрыла так прошло пять минут как она у меня тут стоит я забыла вот я всегда так но еще горячая все сливаю эту воду и заправляю вот эти вот кимчишной чимчишной смесью посмотрим что получится первый раз такое делаю ребятушки слила водичку эти стали мягенькие которые были жесткие они такие видите гнутся теперь а то они ломались теперь гнутся но она все равно будет хрустящее теперь вот это хочу попробовать что это такое как говорится и чем его едят сейчас я попробую но она такая оооо она острая острая давайте ладно острая так острая надо буду по чуть-чуть начинать так перемешаю все здесь хочу сделать такую кимчи как из костка конечно такое сильно острое делать конечно не буду видели я положила где-то наверно полторы столовой ложки вот так она у меня уже все покрасилась конечно корейская она очень бывает острая немножко насыщена давайте еще добавлю еще так столовую ложку x потом буду пробовать но на всякий случай уксус свой любимый вот уксус притащила приторынзила как же без уксуса чеснок не кладу потому что я не очень люблю чесночное я столько мне столько много чеснока привезли на самом деле я же сижу на больничном и вот сейчас делаю эти рецепты потому что мне мой сын привез он был на рынке на овощном на большом как сказать рынок фермерский рынок и был там на этом рынке и привез мне очень много всего попробую ничего-то ничего не чувствуется вообще вкус не чувствуется горькая есть давайте попробую жидкость может жидкость о жидкость горькая знаете я дам ему пропитаться этой всей жидкостью это этим всем делом дам пропитаться и наверное еще одну ложечку 3 ложечки положу у меня была одна головка 1 качан капусты вот этой вот пекинской и вот один качан он где-то килограмма три был наверно два с половиной минимум мне кажется и вот из него вот столько получилось у меня я все равно это буду уксусом заливать потому что уксус все равно нужен здесь даже не съем все сразу будет у меня лежать лежать стоять наверно думаю соково сока не буду доливать просто чуть-чуть уксуса потому что я люблю кисленькая а это соус вот этот вот он не не кисло он только горький питать там только перец и сахар и соль еще что я хотела сказать вот о чем мне еще он мне еще баклажаны привез мой сын имбирь я уже вам показала рецепт выставила баклажаны тоже буду делать на тоже в это видео засуну в это же видео раз ну чтобы знаете все сразу сделаю и сразу в одно видео если не знаю каких размеров видео будет маленькое большое среднее такое будет такой будет в общем все вы в этом видео посмотрите что она вкуса никакого не тут непонятное давайте добавлю я своего любимого уксуса все на глаз добавляю просто вам показываю это не рецепт ребята ребята мои это не рецепт это просто то что я готовлю делать мне нечего вот готовлю или снимаю а что мне еще делать готовлю снимаю жарю снимаю баклажаны тоже буду делать тоже по необычному рецепту потому который я вообще никогда не делала что-то у меня сегодня такое настроение сделать все по необычному рецепту не потому по которому я постоянно делаю видите так мелко тоже никогда не делал с лукшусом совсем же другое дело мне кажется сюда еще соль нужно да соль обязательно нужно потому что смотрите кладу 1 чайная ложка пошла сюда и 2 2 чайные ложки соли почему соли мало кладу почему я ее кладу мало хороший вопрос да потому что боюсь пересолить а вы знаете что мне еще сын привез кориандр кориандр который вот это да кориандр нет кориандр это который сухой а который зеленый как он называется кинза кинза он мне привез такую кинзу я ее два пучка было больших так вкусно пах прям как духами он пах я ее нарезала и тоже заделала на засолила в банку мне кажется если сейчас соль здесь не будет хватать я сюда еще чуть-чуть кинзы покладу кинза вообще классно да кинзы добавлю подождите к только что только сейчас я это сделала а еще зеленый лук потом не придет смотрите покажу сейчас вот зеленый лук вот такой он не привез он был подявший да он был подявший этот лук а я его поставила в стаканчик с водой и он у меня прям кожу так вот эта банка кинзы которые я засолила ай как пахнет вкусно прям пахнет обалденно так добавляю вот столько кинзы это просто для этого для цвета для цвета и она немножко соленая просто смотрите сразу другими красками заиграла до года вот с зеленушкой совсем же другое дело вообще-то вот ты в косткой кимчи она красная очень сильно красная очень сильно в этом соусе чуть я боюсь горького очень хочется слишком обжигаться с одной стороны хочется а завтра не хочется вот соли здесь него там а теперь вкусно вот теперь вкусно ну ка еще раз да все вот теперь все да в норме значит сейчас я это в банку складу какая мне банка подойдет у банка сейчас у меня тоже есть кажется сейчас вот такая банка поместится как вы думаете я думаю поместится сейчас сюда в эту баночку всю складу сложу за трамбую и будет у меня вот такое кимчи и потом возьмусь за сейчас уже вечер уже поздно возьмусь за баклажаны вот ребята смотрите видите как я легко и просто все делаю на ваших глазах все сделала вот буквально какие-то минуты заняла это вот самое больше взяло пять минут в горячей воде воду кипятить вот все готово сейчас закрою крышкой и все она чуть-чуть подостынет она тепленькая и в холодильник и кимчи у меня готова буду кушать это кимчи всю всю зиму всю зиму хотела сказать ну да долго буду кушать надолго мне это хватит а тут я стол протираю для моих будущих готовок хочу вам показать что там я же сделала имбирь имбирное масло и у меня остался имбирь так вот я этот имбирь нарезала нарезала вот такими кусочками сейчас подождите открою я же его тут замотала сейчас открою вот такой имбирь у меня и вон у знаете в чем это в лимонном соке это имбирь я буду класть в чай конечно его кушать невозможно я разжевала имбирь боже мой какой острый нельзя нельзя кушать его так просто очень горький зато он все бактерии убьет смотрите он у меня находится в сиропе это сахарно-лимонный сироп вы же знаете я всегда делаю сахарный лимонный лимон режу всегда сахаром вот этот сироп я сюда залила что просто как консервант был имбирь сам как консервант он же мощный такой острый в общем вот такое вот нарезала кусочками один кусочек положу в чай утром какой наверное в черный или зеленый сегодня я делала зеленым и будет полезный чай с лимоном с этим сахаром и с имбирем так продолжаем с баклажанами все вам сегодня показываю будет видео очень длинная меня место мало же и вот огромных три баклажана огромные таких мой сынуля принес мамочки мамочка готовь буду готовить я хочу сделать не абы как а настоящие жареные баклажаны по рецепту который я никогда не делал все делают по этому рецепту все корейцы показывают жарят на масле но их же никогда не жарю на масле но что-то в этот раз думаю а и думаю что теперь было не было один раз живем буду есть жареные баклажаны короче с помидорами помидоры он мне принес помидоры лук как положено все сделаю не знаю покажу вам или потом расскажу как сделала потому что уже поздная ночь уже половина почти 9 когда я все это успею не знаю